Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Здравствуйте. Бывший советский диссидент и политзаключенный Владимир Буковский, которого прокуратура Великобритании обвинила в ряде тяжких преступлений, объявил голодовку в знак протеста против своего уголовного преследования. Буковский заявляет, что против него ведется преднамеренная кампания дискредитации и преследования. Писатель подчеркнул, что его голодовка продлится до тех пор, пока обвинения не будут сняты. Эту тему мы сегодня обсудим с нашим гостем, правозащитником Сергеем Григориянцем, основателем правозащитного фонда «Гласность», журналистом и литературой ведом. Добрый вечер, Сергей Иванович. Когда-то Геббельс говорил, что чем чудовищнее ложь, тем легче общество в нее поверит. Вам не кажется, что это тот самый случай? Ну, это не первый пример этого. И постоянно повторяющийся, и у нас он просто стал таким обыкновением. Как вообще спецслужбы обычно морально убивают своих оппонентов? Ну, это бывает очень по-разному. И с Володей это было не один раз, и со мной это было множество раз. Это делается, ну, в зависимости от случая, иногда изобретательно, иногда очень вульгарно. Со мной это просто абсолютная блокада 20 лет всеми средствами массовой информации. В других случаях это какие-то совершенно чудовищные выдумки, вплоть до рассказов о том, как Елена Георгиевна Боннар бьет сапогом своего мужа Андрея Дмитриевича Сахарова для того, чтобы вот он выполнял ее рассказы. Это, по-моему, я цитирую литературную газету. Вот, ну, в свое время мне приписывали, что гласность издается на деньги ЦРУ из той же литературной газеты. Ну, перечислить всех этих выдумок невозможно. А на что это рассчитано, что человек потеряет у него времени для того, чтобы отмыться? Не знаю. Это рассчитано, как правило, на потребителей, а не на самого человека. Я в таких случаях просто ничего, господи. Все это забывается. Все это шелуха, которая выдумывается и естественным образом отпадает. Кто-то действительно пытался оправдываться. Это, как правило, бывало довольно сложно и на самом деле давало выгоды КГБ. Ну, господи, ну, к этому надо относиться с пренебрежением. Я помню, как в одной из статей обо мне рассказывалось, как я кому-то передал портфель с секретными документами. И тут два иностранца, значит, подхватили этот портфель и ушли, разговаривая на никому неизвестном языке. Так что, господи, ну, невозможно. У каждого из нас это такой длинный список, разнообразный, сложный, отвратительный, конечно. Хуже всего, когда КГБ удается вмешать или сделать заинтересованным людей относительно близких, или к которым ты испытываешь доверие. То есть это можно назвать шантаж своего рода? Да, это бывает и шантаж, это бывает всё, что угодно. Ну, потом, наконец, это просто ловушки. Ну, у меня последняя замечательная история. Вдруг нашлись неожиданно какие-то мои двоюродные браты и сестра на Кавказе. А я не знаю родственников по отцу, почти никого. Но они-то тоже знали только тех, кого знало КГБ, а не тех, кого знал я. И они меня начали изо всех сил зазывать отдохнуть к ним на Северный Кавказ. И потом исчезли, когда я подробно объяснил, чего они не знают по телефону своей жене и дочери. Спасибо, Сергей Иванович. Ну, сейчас у нас на связи сам Владимир Константинович Буковский, проживающий в Великобритании, бывший советский политзаключённый. Владимир Константинович, добрый вечер. Добрый вечер. Какова цель и каковы требования вашей голодовки протеста? Ну, у меня всё в моём заявлении изложено, достаточно ясно и подробно. Это я протесту против нечестного, спальсифицированного дела. И попытки не дать мне возможности даже отстоять свою репутацию в деле о кривите. Я пользуюсь на введение в суд по кривите, они его рассматривать не хотят. И откладывают бесконечно. Вот теперь вложили на июль. То есть уже после того, как будет решаться их основное дело. А мне это не устраивает. Я не хочу представить перед судом о клиентах и во всех ужасных вещах. Это не устраивает. Да, а какая ваша официальная версия вот этой всей провокации, которая против вас организована? Кого вы в ней подозреваете? И какие они механизмы смелились против вас запустить? Вы знаете, ну, саму суть дела, так сказать, фабула вы знаете. Что удалось установить, хотя в целом невозможно это доказать будет в суде, поскольку источники боятся давать показания открытые. У них там родственники остались в России. Вот что удалось установить, это что самая история была запущена, конечно, из Москвы и, конечно, через ФСБ. Где-то весной, 14-го года, то есть почти за год, мне такие там приземления приземляют. Об этом уже говорили в кругах КЖБ. И случайно там пару моих знакомых это все слышали. А тогда еще ничего мне не подъявлялось, ничего не было вообще. Что мне не рассказали, я-то, честно говоря, не очень поверил в это. Думаю, что же чпуха, а как это можно сделать? И забыл. Поставил. Значит, по-видимому, тут тоже очень трудно доказать, что они, но по-видимому, запустили они это сюда через Европовод. Есть такая смутная структура в Евросоюзе, называется Европовод. Она как бы должна координировать полицейскую работу во всем Евросоюзе. И распределять там, координировать информацию и прочее, прочее. Вот они, значит, хвалились, что у них прекрасное отношение с Россией, вместе с Российскими спецслужбами, которые им очень помогают, передают им очень важную информацию. Вот насколько удалось проследить, то нынешние наши власти здесь деньги получили из Европова, а Европовод в Москве. Вот такая история. Но, к сожалению, во-первых, это все очень трудно доказать. Вы же понимаете, доказательства сказок в суде, оно крепится очень точно. Нужны свидетели, документы. А то, что мы знаем, слышали, это не доказательства. Вот. Такие вот дела. Ну, вообще-то это... Вообще-то это надо иметь в виду, потому что на самом деле это очень легко сделать. Я как понял, я, честно говоря, не знал, как это все делается. Мне уже потом компьютерные эксперты объясняют, что вообще-то сегодня любой компьютер может заснуть в 6-й год. И ты не будешь знать, чем в голову не придут. Да, Владимир Константинович, у нас на связи более молодое поколение политзаключенных отечественных. Это Даниил Константинов, общественный активист, который только недавно освободился из-под обвинений вообще чудовищных в убийстве, хотя у него было чистое алиби. И он нам расскажет о схожих ситуациях на его практике. Даниил, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рад всех видеть и слышать. Скажите, насколько распространена вот такая форма провокации сейчас в современном мире и в современном, в общем, арсенале спецслужб. Вам слово. Спасибо. Я рад всех видеть и очень сочувствую Владимиру Константиновичу. Потому что я знаю, что такое быть ложнообвиненным. Это совсем не одно и то же, что просто обвиняться в каком-то политическом преступлении так называемом. Что касается провокации, хочу сказать, что действительно я сталкивался с такими вещами. Здесь, в Литве, некоторые из членов нашей мигрантской диаспоры столкнулись с подобной провокацией. То есть к людям пришла полиция домой и заявила, что с их IP-адреса, их компьютера, осуществляется распространение детской порнографии. Был проведен обыск, изъяты технические средства, компьютеры, телефоны и так далее. Было возбуждено уголовное дело. К счастью, этому человеку удалось отбиться от обвинения без большой шумихи. Были проверены все технические средства и выяснилось, что ни на одном из компьютеров, либо телефонов, никаких носителей, информации подобной, либо следов отправки ее нет. И поскольку у человека было политическое убежище уже на тот момент, и всем было понятно, что сует некий кейс неприязни со стороны Российской Федерации и ее спецслужб, дело закрыло. Тем не менее, неприятный осадок остался. Мы знаем о том, что это технически возможно. С развитием техники понятно, что такие провокации будут учащаться и повторяться. И, честно говоря, я согласен с Владимиром Константиновичем в том, что непонятно, что делать. Потому что действительно есть специальные программы оперативной работы, в частности, СОРМ, так называемая система оперативных мероприятий. Есть хакерские программы, которые позволяют просто заходить на ваш персональный компьютер. Или, по крайней мере, производить манипуляции с вашими якобы выходами в интернет. Вот так. Да, Данил, спасибо, оставайтесь на связи. Сергей Иванович, узнаете почерк знакомый? Да, конечно, господи. Естественно, компьютеры дают гигантскую для этого возможность. Помните, раньше телефоны использовали как подслушивающее устройство? Ну, да. Когда он даже стоял в квартире, просто не работал. Ну, самое обычное дело было. Или наоборот. Тебе постоянно звонили. И всю ночь какие-то бабы тебя материли. Ну, у меня это доходило до наглости. Они начинали вмешиваться в мои телефонные разговоры, скажем, с Майклом Макфолом, когда меня не выпустили на конференцию в Чикаго. Что тут же привело, кстати, и в Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост. Вот. Нет, ну, невозможно перечислить все, что в таких случаях бывает. Я более-менее от этого защищен только по одной причине, потому что я сам не пользуюсь компьютером. А два мои профессиональные помощника постоянно следят, мало того, что поставили все возможные средства защиты, но еще и постоянно следят за любым движением на моем компьютере. И все равно, и все равно, скажем, все старые записи то и дело оказываются обрезанными, то и дело оказываются раскромсанными, и мне постоянно присылают какие-то угрозы на почту и так далее. Давайте посмотрим архивную запись о том, как Владимир Константинович после обмена на Луиса Кроволана прибыл за границу. Всем миром признанный политический узник. Владимир Константинович, вот как Вы считаете, не наводит ли Вас на размышления то, что ряд недружественных мер в последние дни осуществлен в адрес оппонентов режима, правящего в России? И то, что проиграли акционеры ЮКОСа в Голландии? И вообще несколько других даже еще симптомов. Вам слово. В этом ничего нового нет. Это всегда было. Мы всегда были под атакой, всегда власти пытались за кулисами выкрутить руки оппонентам, подкупить и сделать то, что им надо. Распространяют, вот скажем, попытки дискредитации, у них официально так называлось, в документах, я видел документы, о мерах по дискредитации вот такого-то или такого-то. Это у них было все время. Это для меня тоже не новость. Я всю жизнь, считай, каждый год какую-нибудь попытку, такую газу они делали. То, я помню, в 85-й, по-моему, был год, уже Горбачев, кстати. Меня открыто обвинили, потому что я убил американскую журналистику. Я ее вообще никого года не видал. Больше, она там погибла в сравнительной катастрофе где-то на восточном берегу. А я в это время был в Калифорнии. Но, по счастью, тогда, тогдашние власти, они вообще не рассматривали этот бред. Ну, присылайте. Если Москва хочет что-то присылать, они не смотрят. А сейчас, вот, все решили, что что в России демократии, все замечательно, коммунизма нет. Ну, значит, вот, если не сотрудничать. Вот, понимаете, я все воспринимаю за чистую монету, что это совершенно чушь. Как будто они не знают, что там творится, как будто они не знают, сколько политических оппонентов за последнее время убили. Причем убили, конечно, по государству. Но заказывают, это видно просто по самому почерку. Да? Казалось бы, уже поняли, что такое эта власть, насколько она коррумпирована, что это какие-то совершенно фантастические воры, убийцы, все это поняли. И нет, все равно, ну как, сотрудничество, вот мы сотрудничество, вот они нам ценную информацию перезают. Вот. Вот так вот. И это меня просто очень злиет. Вот, ну, все остальное, я, честно говоря, от КДБ ничего другого не ждал. Чего хотите, я не могу попытаться навесить. На шею. А что здешний, так, с энтузиазмом за это удивить, меня просто очень раздражает. Даниилу дадим слоган, Стантьяна, Даниилу, вас удивили действия недружественные вот литовской полиции, или, может, Интерполу, в отношении ваших товарищей по несчастью, политических изгнанников, которым вроде предоставлено убежище, довольно гостеприимно себя Литва повела, а вот такое против них было недружественное действие. Вам слово, Даниилу. Да, да, здесь следует разделить все-таки литовскую полицию и Интерпол. Литовская полиция действовала в строгое соответствии с законом, им поступил сигнал, они его проверили, вели себя корректно, аккуратно. Естественно, этот обыск не был похож на те обыски, которые обычно происходят в России, то есть без разгромов, без спецназов, рано вечером, без взломов дверей ранним утром. То есть все корректно, четко, и дело было действительно закрыто в конце концов. А вот Интерпол – это другая история. С Интерполом многие сталкиваются. Действительно странная ситуация. Человек получает убежище в одной из стран Евросоюза. Вроде бы действует единая правовая система, единые конвенции правовые, и в то же время он может попасть при выезде из страны под розыск Интерпола, может быть задержан, а также экстрадирован в Россию. Мы сейчас думаем над механизмами защиты от такого рода попыток. Но в целом меня вообще сотрудничество с российскими спецслужбами не удивляет, потому что нам известно, что европейские элиты на самом деле глубоко интегрированы, связаны, в том числе бизнес интересный, связаны с российской элитой, и в их сотрудничестве для меня нет ничего удивительного. Спасибо, Данил. Вам слово, Сергей Иванович. Нет, ну, господи, к несчастью большому, то, что сейчас стало очевидно, о чем замечательную книгу написал немецкий журналист «Страйшустер», о влиянии сейчас российских... На самом деле не российских властей, а российских спецслужб в Германии, то безобразие, которое происходит во Франции. Это то, о чем я говорю уже 20 лет. Для первого главного управления, для управления внешней разведки была открыта свободная дорога на Запад. Туда была вывезена масса советских, потом русских денег. И в конце... Я многих людей в Париже странных, хорошо обеспеченных встречал, и было очевидно, что это все внешняя разведка. И это люди, которые устанавливали свои связи, уста, которые располагали все большим и большим влиянием в западных странах. Ну и вот, через 15 лет этой серьезной, настойчивой работы все это начало использоваться. И мы это постоянно видим и в политических кругах. Западных стран и в международных организациях. Мы встречаемся с какими-то ну совершенно необъяснимыми выступлениями западных лидеров. Это уже было, это уже было в 60-е годы. Это опять повторяется сейчас. Удастся ли западным странам, это довольно хорошо понимают американцы и не хотят понимать европейцы, удастся ли ему стоять удержаться от этого вторжения, которое настойчиво производилось и производится сейчас. Ну, в общем, даже не так легко сказать. Вопрос Владимира Константиновича. Мы знаем, и весь мир знает, что вы непримиримый оппонент нынешних российских властей. И вот недавно была у них паника, когда ожидали вот какого-то компромата. В результате появилось панамское досье, и все вздохнули с облегчением. Но я знаю, что очень волновались многие обитатели Кремля, что это будет вообще тема будет взрывов домов 99-го года. Этого боялись. Как вы думаете, почему с вами хотят расправиться? Хотя понятно, что про коррупцию там уже это известно. Какие вот секреты, какие вы такие, что ли, знаете, может быть, или разделяете критические взгляды на Кремль, которые вот позволяют вас считать более опасным его врагом? 57 лет. За это время вот с чего вы у вас что хотите. И с их стороны, и я со своей стороны, чем мог, как говорится, отплачивал. И накопилось, конечно, много. Я так себе представляю, у них на лубинке. Мое досье, наверное, он занимает целую комнату. Тут все, последние годы были. Я меньше стал быть активным, я стар, я болею. Я вообще подсвернул свою активность, просто сил нет. Но у них-то план этот придет, у них же разработка-то идет не со вчерашнего дня. И это все накапливается, и вот они, наконец, подбираются, когда у них выходит. И уже не важно, что ты в это время делаешь, может быть, вообще ничего. Но они уже закончили, завершают свою операцию. Ну, что было последнее, что их, конечно, должно было взбесить. Ну, во-первых, мое участие в слушаниях поделок Литвиненко, где я там и настаивал на том, что Кремль за этим стоит, за этим убийством. И, в общем, суд со мной согласился. Вот. Что еще было Украина. По поводу Украины мы, конечно, вообще выступаем достаточно жестко и четко, сколько можем. На самом деле, наши возможности сегодня не велики. И такие меры, вот, такие вот дорогостоящие, огромные операции, они, в общем-то, не оправданы. Жаль, подумайте, вот отравили Сашу Литвиненко этим полониям. А этот полоний стоит десятки миллионов долларов. Я говорю, очень дорогой яд. А, вот, и Ленин было не жалко. Потратили. Хотя, в последние уже, там, год-два Саша Ульдову ничего рассказывать не мог. Он все рассказал, все напечатал, все рассказал. У меня, примерно, та же ситуация. Это, как говорится, по совокупности. Как дают, и надо, знаете, звание профессора, по совокупности. Вот, я полагаю, что у меня тот же самый случай. Какой-то отдельный, я мне и какие-то секреты, может, не владею. Те секреты, которые я, в свое время, в архивах ЦК скопировал, увидел, я их давно опубликовал. Они все опубликованы. Мы знаем, у вас довольно радикальная версия причин гибели Бориса Ефимовича Немцова. Ну, я думаю, ни у меня одного. Я так полагаю, что это довольно очевидная вещь. Они же не стесняются, вы поймите. Они же сейчас, и стали совершенно стесняться. Вот они, Саша, еще, с Литвиненко, они еще думали это все спрятать. Они поэтому и придумали такой дорогой и сложный яд, да, потому что его найти очень трудно. Если его не ищешь, то не найдешь. И действительно, нашли у него в теле на Саше буквально за пару часов до его смерти. А так было, ни на свете не было бы. Неизвестно было бы. Он просто очень был здоровый человек, спортсмен, и прожил дольше, чем вообще при таком отравлении люди живут. А в результате оказалось достаточно времени, чтобы определить причину смерти. достаточные люди умирают внезапно и необъяснимо. И никаких следов не находят. Вот Володя, мой приятель, Володя, мой короморзавод. Вот отравление. И никто не знает, чем. И до сих пор непонятно, чем. А умер был он. Ну, все сказали, ну, мало ли, что и съел никто. Понимаете? И, опять же, вот так конкретно сказать в каждом случае, что вот, его наказали вот за это. Нет, этого нет. Они не так работают. Они не так работают. А чего было убивать Бориса Терезовского? Он же совсем был безмредник под конец. Вообще занимался своей жизнью. Нет, он в плане у них стоял, значился. Значит, вот они вели, вели эту разработку. И надо завершить окончательным ударом. Как бой с быком, нужно завершить ударом шпаги в сердце. Вот так и здесь. Иначе, иначе, чины не заживутся. премиальные не пойдут. И так далее. А как вы считаете, раз это не было самоубийство, то значит, и письма его Путина тоже фальшивка? Борис Абрамович? Путина, это письма, и они меня веселее, насколько они теперь примитивны и грубые. Ну вот было бы ни в какое письмо, а Путина, что такого? Ах, оно частное письмо. Боже ты мой, какая щепетильность в этих кремлевских мерзавцах. Частное письмо показать не можем батюшке, а убивать они могут вот это ничего. Да нет, конечно, никакого письма такого не было. Я Путина хорошо знал, мы правда не дружили, но мы общались много, и вот, никаких у него настроений, в смысле, самоубийство, а тем более покаянных перед Путина у него просто никогда не возникало. Да, давайте тогда Даниилу дадим слово. Даниил, как вы считаете, вот те вот ваши неназванные знакомые, которые стали жертвой провокации, почему вот они именно становятся объектами внимания российских спецслужб? Чем они так опасны для них? Ну, человек, который непосредственно подвергся этой провокации, он занимался расследованием коррупционных схем вывода денежных средств из России и связями российских чиновников крупных и аффилированных с ними бандитов с европейской элитой. Это вообще такая очень опасная трепетная для властей наших тема, потому что она затрагивает их интересы на Западе. То есть он еще задолго до этой провокации мне показывал схемы вывода денежных средств, их легализации в европейских странах, покупки крупных кусков собственности, связи с местными элитами и так далее и тому подобное. то, что в итоге на выхлопе создает вот этот благожелательный фон по отношению к властям России со стороны Запада. Мы думаем, что это какие-то экологические вещи, какие-то просто хорошие отношения, а там есть реальная интимность. Я думаю, что это была просто месть попытка его дискредитировать, одновременно сломать и вывести язык за подобную работу. Я не удивлюсь, если это произойдет со мной или с кем-то еще. То есть, я вполне готов к таким сценариям. В самом разном, от подброса наркотиков до, я не знаю, обвинений вознасилований. То есть, организовать можно все, что угодно. Это несложно. Сергей Иванович, как Вы считаете, какие еще чувствительные такие есть темы у российских спецслужб, по которым они могут персонально уничтожать своих оппонентов? Ну, в общем, надо сказать, что они очень изобретательные. За что они могут конкретно человека возненавидеть? Что он про них знает? Ну, как Вам сказать? Во-первых, вот, совершенно правильно было сказано и Володе, это же плановая система, понимаете? Это бюрократическая работа. Это люди, которые вот за тебя получают зарплату, за тебя получают звездочки. Им надо в чем-то отчитаться. Вот очередной проект там не сработал, у меня я не знаю сколько было, ну, значит, надо придумать новый. И каким он будет? заранее предсказать нельзя. Как это произойдет, кого к тебе пришлют, кто, ну, недавно у нас дома старинная коллекция, недавно вдруг какой-то хмырь начал мне предлагать чуть ли не в подарок большую греческую икону XII века. В Третьяковке таких нет, а вот мне он предлагает в подарок. Ну, в общем, это что тебе завтра предложат, что тебе скажут, что тебе напишут, кто тебя встретит на улице. Этого нельзя предсказать. Они, надо сказать, очень изобретательные. Это единственное, что можно сказать. Они профессионалы. Это их работа в течение многих десятилетий. У них есть характеристики каждого из нас, очень подробные. Я знаю, что обо мне там читались лекции, но и о Володе, конечно, тоже для сотрудников КГБ. У них это профессионально работающий аппарат. Никто не хочет понимать, что мир имеет дело с гигантской террористической преступной организацией, опирающейся на все силы, на все богатства, еще оставшиеся в России. Владимир Константинович, как Вы считаете, связан ли Вас с этим вообще планом Ваши заключения с получением нового паспорта? поэтому тянуло Федеральной иммиграционной службы, или уж кто там, чтобы Вам правдами и неправдами не дать гражданство? Я отвечу на этот вопрос пока мы не забыли и не расстались. Мне бы надо в контакт войти с этим парнем в Литве, у которого было аналогичное обвинение, но полиция Литовская оказалась у меня в Литве и не стала этого сделать. Он мне нужен как свидетель, просто судеб. Конечно, Владимир Константинович, ради Бога, обязательно решите, и я своим адвокатом оттан, если он согласится приездить, я буду им очень благодарить. Конечно, все сделаем, ради Бога. Вот, а что вы спросили? Про паспорт, не поэтому ли вам не тянули? Конечно, слушайте, там было очень смешно, там, на самом деле, в какой-то момент, я думаю, это тоже, как их постепило, наверное, всю эту операцию, потому что за кадром, как бы, частным образом советские чиновники, не советские, российские чиновники, дипломатические, посольские, намекали на всех уровнях, и не только мне, что вот, если он обратится лично к Путину, то вопрос может решиться. Вот им надо было, чтобы я, значит, поклонился Путину, тогда, может быть, и этой операции бы не было, я не знаю, может быть, это был последний, как бы, пронтный камень, а вот, все-таки, может быть, мы с ним, как-то, полагаемы, и тогда можно идицировать, собственно говоря. Вот, вот, такой момент, и он проходил просто красную ничью, через все вот наши отношения с тогдашними с российскими новостями, это было, к сожалению, вот, вот, ну, вот, мы ничего не можем, вот так получилось, вот, знаете, и так далее, а вот, ну, если он обратится вот к президенту, то вопрос может решиться, они всячески намекали на это, вот, но вообще-то это тоже для меня как бы не такая уж новость, я в своей жизни уже с этим гражданство запутал, что есть, но у меня нет, они же просто не знают, они не понимают, вот они заявили, что у меня нет оснований для получения российского гражданства, они не знают одну простую вещь, меня не лишали советского гражданства, всех лишали автоматически, а то меня заплыли. Не, более того, вас регистрировали кандидатом в президенты, вот что-то там, я думаю, так проверяется. Ну, еще бы, но главное, они просто не знали, забыли, не знали, что меня не лишали моего советского паспорта, он у меня был дан при обмене для проживания за границей на пять лет сроком, и он такой у меня остался, я, конечно, с ними ездил, я себе получил там, швейцарский, тревел зокином, сначала потом английский, но факт то, что процедура восстановления гражданства, как вы помните, у тех людей, у которых советское гражданство оставалось, она была гораздо проще, вот не было специального указа президента, говорят нам теперь, в моем деле, а его не должно было быть, я, собственно, был, у меня оставалось советское гражданство, я его не был лишен, и в таких случаях восстанавливалось по совершенно другой процедуре выдавалось российское гражданство, вот такая была история, сама по себе, она, это малоинтересно, она, бюрократическая, а вот желание, значит, хоть здесь человека нагнуть, а вот нагнется, ну, тогда, может быть, мы им еще поработаем, вот такая чеки, очень чекистский подход, такой стопроцентный чекистский. Данилу, давайте дадим слово, Данилу, вот есть такая версия, что особенно усилилось вот это направление активности спецслужб после того, как освободился Михаил Борисович Ходорковский, хотят там почистить или перессорить ряды российской политической оппозиции, чтобы он не смог ее собрать под свои знамена, как вы считаете? Может быть, поэтому после его выхода на свободу усилились провокации? Вам слово, Данилу. Возможно, что поэтому, но по моим наблюдениям Михаил Борисович не предпринимает больших усилий по тому, чтобы консолидировать политическую эмиграцию за рубежом. То есть какая-то работа проводится с кем-то, но не так широко, как я, например, подозревал. А тем не менее, понятно, что он является одним из основных оппонентов зарубежа до Апеля, причем человеком серьезным, с деньгами, с влиянием, с определенной репутацией и, конечно, представляет опасным для них. Да и в целом все больше становится российских эмигрантов, то есть буквально на глазах растет количество беженцев, можно так прямо назвать, это из России, которые получают убежище в странах Европы, формируются целые диаспоры и эти диаспоры пытаются тоже что-то делать, как-то скоординировать работу между собой и повлиять на то, что происходит внутри России. Поэтому понятно, что с каждым месяцем и годом эта работа спецслужб будет усиливаться. Спасибо. Сергей Иванович, вам как эта версия кажется экзотической, что хотят сейчас чуть-чуть ослабить вообще российскую политическую эмиграцию? Нет, это абсолютно как бы стандартная, естественная их реакция действительно создается как она была после революции. очень разнообразная колония, очень разношерстная русская эмиграция, но уже многочисленная, уже со своими разнообразными влиятельными кругами и лицами и конечно на Лубянке придают большое значение работе с эмиграцией и конечно ну вот замечательно интересен, я не знал этого рассказа Володи о том, как ему предлагали вот, а ты напиши Путину. вот вот это вот такой вот нормальный процесс разложения эмиграции, снижения достоинства наиболее известных ее представителей, и это будет только расти, так же, как растет самая эмиграция и так же, как растет ее противостояние тому, что делается в России. Владимир Константинович, вот сейчас произошла такая целая серия таких провокаций против лидеров оппозиции, там, условно говоря, Алексея Навального обвинили в измене Родине вместе со спецслужбами Америки и Англии, Михаила Касьянова там вообще во всех смертных грехах и моральном разложении, плюс 2% его традиционные, Михаилу Ходорковскому предъявили обвинение в убийстве мэра Петухова. Как вы считаете, вот это, может быть, из той же серии, вот ваш случай, чтобы что-то на вас хотя бы, может быть, самой фантастической, но тоже вбросить вам слово? Ну да, конечно, я согласен с Сергеем, это ничего нового, они не умеют разобретать, вот чекисты, они удивительно бедны, при том, что какие-то паскудные мелкие вещи, они изобретают, но в церквичном плане у них просто никаких новых идей нет. Да, вот так и было после революции эмиграции, русская стала расти, и хотя она и не была объединенной, и вообще-то так, между нами говоря, большую угрозу не представляла, но, ну, чекисты, у них свой фронт, им же надо воевать, невидимый фронт, вот, значит, основное усилие было на то, чтобы уничтожить активную часть русской эмиграции после революции, вот там операция Трест, вот убийство этих военных генералов, там, Кутепова, Дмилера, там, и так далее, вот. Потом, после войны, посмотрите, то же самое, много людей оказалось на Западе в результате Второй мировой войны, ну, там были гестарбайтеры, там были не только пленные, пленные, было гораздо меньше, чем в прошлых людей, вот, и опять стали образовываться какие-то центры, сразу какие-то с их точки зрения, они это называют центры, вот, ну, как Сталин, там, изобретал, там, транскиско-бухаринские центры, вот, вот у этих, кто живет в голове, такая сразу фантазия, центр, вот они в определенный момент, несколько лет назад, до убийства Саши, Светлениненко, они совершенно точно установили, вот, есть лондонский центр, вот, есть с чем бороться, и они, конечно, ну, как это правильно, они на это получают фонды, возможности, права, продвижения, вот, они боролись с лондонским, там, завязать, они вообще, кого могли бы, убивали, или, там, попытались выбить из активной сферы, да, мне это кажется абсолютно очевидным, сейчас они злодятся, да, вот, потому что эмиграция растет, а у них всегда так, они, их власть такова, что от нее всегда бегут, во все эпохи, и постепенно скапливается большая эмиграция, а это потенциальная угроза, а для чекистов это поле работает, вот, начинается, вот, бегут, потом чека за ними бежит, и начинают их уничтожать всякими способами, вот, потом кто-то затишье, потом опять новая лона бежит, вот, это, это так чушь советскую власть была, и продолжается теперь, поскольку нынешний режим от церкви власти отличается уже очень мало, честно, журсотчезе, причем, уже какие-то совсем свирепые вещи, там, вот, с этими убийствами, все-таки, вот, в Брежневской, скажем, время, они с убийством аккуратно были, они были в убийстве, у нас, в нашей среде были в убийстве, но их было меньше, их было мало, в то время, ЦК контролировала, как говорилось, довольно плотно, им надо было писать план, заранее обсуждался, утверждался, поменялся, то есть, на это уходили годы, а сейчас, как мне рассказывали, это сейчас вот решается, пришел, чашку кое-что попил, ну, чего, вот такой-то, он нам сильно вретит, давайте-ка, мы его, и все решили, вот, так что, я не удивлен, да, они сейчас не извереют, если раньше там были, там, раздоворы коррупции, того, сего, теперь это убийство, это кровь, они сами убивают, и чудают, вносят эту струю, эту атмосферу убийства, вот, так что тут ничего удивительного нет, они вообще не удивительны, они предсказуемы, кто-то шнадрит. Владимир Константинович, а как, по-вашему, встревожила ли Кремль пресс-конференция совместная вот Михаила Борисовича и Чичваркина, которая была, по-моему, третьего дня? Да. Встревожила, да? Ну, наверняка, там, я за этим очень внимательно смотрели, это идет активная разработка, это, значит, идет спецоперация большая по уничтожению наиболее активной части скопившейся иммигранции. И, между прочим, мне говорил Гордеевский, я это, еще несколько лет назад, что они активизируют работу с иммиграцией, что появилась линия М, мигранты. Линия М. Раньше такой линии не было, работа КГБ. А сейчас у них, при всех посольствах, есть офицер КГБ, который конкретно занимается линией М. Вот. Вот в результате, конечно, начинаются всякие дела с иммигрантами. Да, Даниилу вопрос. Вот я перечислил деятелей такого демократического, либерального фланга, которых пытаются взять на крючок. Мне кажется, то же самое происходит и в патриотической среде, Даниил. По-моему, там сидит и Белов, поткин за какие-то, то, что он несколько миллиардов, через какой-то банк украл довольно смехотворное обвинение. Вам слово, Даниил. Да, ну, давление на наш фланг, оно было всегда довольно сильным в последние годы, чудовищно сильное. Практически все лидеры либо уже осуждены, либо находятся по договорным преследованием, либо находятся в эмиграции. Белов, поткин, действительно, тоже больше двух лет сидит. Обвинение очень странное, кроме вот этих странных, сомнительных махинаций с казахским банком. Там присутствуют чисто политические обвинения в попытке изменения ни много ни мало государственного строя Казахстана и развала Евразийского союза. Чисто политические обвинения, я бы сказал, в таком сталинском, даже, глухим формате. Сам Белов выехать не успел и, наверное, не захотел, так же, как я в свое время не захотел. Я знаю, что его брат тоже находится в эмиграции из-за сфабрикованного отношения на него дела еще там в году в 2010. То есть человек уже около шести лет находится в эмиграции и причем как бы практически в подполье. часть наших людей находится на подпольном положении лучших традициях российских. То есть скрываются неофициально где-то в странах ближнего зарубежья или в либре. Да, мы знаем, что сидит Сергей Удальцов, Леонид Развожаев уже много, я бы сказал, лет после болотного дела, да, Даниил? Да, вы посмотрите вот на состав Координационного Совета Оппозиции, который в свое время напугал власти. Вы посмотрите сейчас на его состав списочный, то видно, что большая часть либо сидят, либо осуждены, либо сидели, либо находятся в эмиграции. Либо как Борис Ефимович погибли. И да, один уже погиб, да. Я думаю, что это не случайно. Сергей Иванович, как по вашему, вот по всем фронтам мы посмотрели такая есть активность, чтобы очернить, опорочить лидеров оппозиции? Ну, это, в общем, естественно. Причем как раз вот то, что о чем шла сейчас вот речь, о лидерах национального русского движения. Казалось бы, это парадоксально. казалось бы, вот недавно, может быть, вы видели по телевизору, был замечательный фильм о пароходе вот с высланной интеллигенцией. В философском, да, конечно. В философском. Но на самом деле весь он был посвящен Ивану Ильину. Ивану Ильину и его идея национальной диктатуры, которая спасет Россию. И на Ивана Ильина ссылается и Путин. Казалось бы, ну вот, создавай национальную диктатуру. Но оказывается, что и национальная диктатура не подходит. оказывается, что на самом деле я думаю, что проблема в том, что такого презрения к русскому и всем остальным народам России, как сейчас, как последние уже 10 лет или 20, Россия не знала за всю свою историю. И на самом деле там они могут как угодно говорить об Иване или не, но как Сталину было совершенно все равно кого убивать в зависимости от своих конкретных представлений и нужд. так же и нынешнему руководству совершенно все равно, что будет с русским народом. И поэтому и национальное русское движение ему не подходит. Никто ему не подходит, кроме офицера в Лубянке. И, по-моему, Ахатма Ганди еще по нему скучал. Да, ну вот, не знаю. Владимир Константинович, как вы считаете, может быть, если объединиться сейчас вот та часть, которая знакома с этого сорта провокациями, может быть, тогда приостановить голодовку и собрать материалы, свидетели, свидетелей защиты, что ли, и тогда подготовиться, может быть, более предметно к схватке судебной. Как вы считаете? Ну, естественно, одно с другим не связано. Дело в том, что свидетели, материалы заказательства закапливаются достаточно давно командой адвокатов. И, конечно, лучше, когда их больше, когда это еще больше, добавлено, еще буду, но, в принципе, моя договоровка связана с переведением здешней юридической системы, которая оказалась, в общем-то, одни дни независимой и одни дни честной. у них такая всегда традиция была «pairness, fair», «gigigigigis, fair». Да, вот никакой этой «pair» тут нет, это все кончилось, это все разъединило. Я вот 40 лет назад приехал сюда, и это еще было. И пресса была более независимой, и демократия, и худо бедного уже работало. А сейчас это все не работает, уже все следит. Вот этот процесс сомитизации, который здесь идет, я-то его не облетаю вот 40 лет, особенно он ускорился как раз со спазом Советского Союза. До этого он сейчас как-то держался, не раз, а тут покатился. Вот. И мой-то спор со здешним обществом, он мне не скажет, «Ну, о чем я скажу, господи?» Мы друг друга с ними знаем прекрасно. Они могут ни в чем угодно, но они сами вот не верят ни в чекунду, они знают, что они публиковали. Вот. Так что, это разговор пустой, я не с ними ловлюсь, с ними, с ними, к сожалению, здесь особенно муевать не могу, я далеко. Вот. А вот их приспешники, которые так охотно их грязную работу за них делают, и эта хваленная английская правоохранительная система, вот это досадно, и мне жалко эту страну. Мне нравится Англия, я ее люблю, я ее живу 40 лет. И то, что она так дегратирует на глазах, это меня ужасно улетает. Да, Владимир Константинович, мы, конечно, вам и благодарны за участие в нашей программе и солидарны в вашей борьбе, но вот помните, был такой солдат, активист Лимоновской партии в этой пересыльной иммиграционной сидел в тюрьме в Голландии, он повесился даже, но это никак не помогло делу. Давайте Даниилу дадим слово. Даниил, как по-вашему, стоит ли, Владимир Константинович, продолжать голодовку с риском для здоровья? Или, может быть, как-то вы там все мобилизуетесь вокруг него для его поддержки? Мы, конечно, мобилизуемся, я попробую вручиться поддержкой своих товарищей по диаспоре, но надо понимать, что тема щепетильная, не знаю, удастся ли мне добиться согласия от этого человека на то, чтобы публично или хотя бы не публично принять участие в процессе. Попробуем. Что касается голодовки, не мне учить Владимира Буковского голодать или нет, как минимум не мне, да, я во много раз моложе и не проходил тех вещей, которые он проходил, хотя кое-что проходил, но все-таки, на мой взгляд, если вспоминать его собственное рассказывание, его книгу знаменитую, которую я читал в тюрьме и возвращается ветер, я считаю, что заявленные цели голодовки все-таки должно быть достижимо. И в этом плане я не знаю, насколько достижима цель прекращения уголовного преследования в Англии и принятия иска. Спасибо большое, Даниил. Напомню, что мы обсуждали ситуацию вокруг Владимира Буковского и будем продолжать эту тему обязательно, потому что Владимир Александрович пошел на отчаянную меру, объявил голодовку. На оонах Радио Свобода изучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Камурзо-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елены Колупаева и Михаил Косторов. Продюсеры Елены Колупаева